Преодолев более 300 километров мы из Дагестана от поселка Инчхе направились в Магаз. В Магаз мы приехали поздно ночью. План у нас был переночевать в отеле в городе Магаз столицы и посмотреть самую большую башню. Но когда мы поздно ночью наконец нашли отель, цены нам, честно сказать, не понравились. И мы развернулись и уехали из Магаз обратно вот по этой дороге. И уже я просто по карте искала, где бы нам поставить палатку. Съездов с дороги практически не было, поэтому вот этот единственный поворот на населенный пункт Нестерская мы завернули сюда в темноте. Я уже посмотрела, где-то тут, что есть по окраине хотя бы дорога. И мы просто поставили палатку вот здесь около какой-то газовой станции. Ну, место почти, можно сказать, нормальное. Единственное, всю ночь нас развлекали жабы. Такого крика жаб мы не слышали нигде. Жалко не записали, очень было интересно. Ну, как всегда, мы устали и просто лень было протянуть руку и заснять хотя бы звук на оригинальное место. Утром, когда проснулись, мы сориентировались и поняли, что как раз это тот населенный пункт, по которому нам нужно ехать дальше, в сторону заповедника Эрзи. И вот здесь калашки, мужичи, и, соответственно, вот он башенный комплекс Волнушки здесь. То есть планы, наверное, в Ушете у нас были в основном только посмотреть башни, Волнушки. Как бы, никаких других планов в отношении этой республики мы не строились. Ну, сказать честно, было так. Но все получилось немного иначе. И забегая вперед, я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Ингушетии. Честно сказать, про Ингушетию мы мало что знали и никаких особых планов, как я уже сказала, не было. Думали, посмотрим пару башен и дальше поедем. Но именно Ингушетия запала нам в душу. Горы, покрытые лесом, ночевка у горной речки, изумительной красоты вида серпантина. А как вкусно нас накормили в кафешке высоко в горах. Кафе Легенды Гор. Бейс Джайпинг, клуб имени Вареводина Глеба Евгеньевича. Мой сын до сих пор вспоминает этот вкуснейший суп, мясо. А лепешки, боже, какие они были вкусные. Мы так объелись, но съели мы все. На вид обычная кафешка, вместе с ног шибательными видами на горы. А какой ароматный чай. И чем для меня именно выделилась Ингушетия, это тистейшие населенные пункты. Крепкие добротные дома. Люди заботливые, отзывчивые. Несмотря на то, что мы, например, ни о чем никого не просили. У нас случилась там поломка вообще впервые за все годы путешествий. Одна шпилька в колесе сломалась. И вроде, наоборот, мы должны были испортить настроение. Но по дороге, когда мы ехали в сторону Ирзи, мы несколько раз останавливались и не могли понять, что тихо щелкает сзади. А в какой-то момент на большой скорости пронеслась машина. Но, заметив нас, она также стремительно вернулась к нам задним ходом. Вышли три или четыре высоких парня, как я помню. И все были в белых футболках. Спросили, чем могут они нам помочь. Смотрели и обеими руками прощупывали наши колеса. Это нужно было представить. То есть, они чистенькие в белых футболках и наша грязная машина пыльная. То есть, вы представляете, какая бывает машина у путешественников. И они прощупывали наши эти грязные колеса. Причину мы тогда так и не выявили. Они поинтересовались, куда мы едем. Предупредили, что дальше только лес. Удивились, что мы на этой машинке из Татарстана приехали к ним. Спросили, а что вы там хотите увидеть? Я говорю, башни. Им это приятно понравилось. Но я что хочу сказать. Вот именно вот эта приятная забота чужих, абсолютно чужих людей сглазила весь негатив с проблемами, с машиной, с поломкой. Это было очень приятно. Ближе к корзине мы уже осознали, что нам нужен автосервис. И на аварийке вернулись назад. Населенный пункт, который ближе к трассе. Там, в первом же сервисе, при доме, нам без очереди машинку наладили, шпильку поменяли. Что-то еще сделали, я не очень в этом разбиралась. И взяли символические деньги. Объяснили, какие лучше гайки купить, где купить. Мы поехали в этот магазин. В магазине продавец отказался у мужа взять деньги. Просто подарил нам эти гайки. Муж был в тихом шоке от доброты людей. И тем же вечером мы вернулись обратно на серпантин. Мы понимали, что до зимы уже не успеваем. И остановились на ночевку у горной речки в палатке. Ночью я проснулась и думала, у меня бред. Сквозь шум горной речки слышу голос кавказской песни. Первый раз проснулась, думаю, наверное, кажется, и заснул задом. Проснулась еще раз. Нет, слышу музыку. Вышла на улицу. Неподалеку было штук 5-6 машин. И красивая негромкая музыка и аромат жареного мяса. И что удивительно, нас никто не потревожил. Я чуток послушала и пошла дальше досыпать. И это тоже, в свою очередь, было очень приятно. Мы бывали во многих местах. И иногда люди, наоборот, врубают музыку так, что невозможно спать. А здесь к нам именно. То есть люди отдыхали, но умеренно, спокойно, внимательно. Это было приятно. Я хочу сказать спасибо всем, кого мы встретили на своем пути и встретим в будущем. Потому что мы обязательно приедем погушать ее вновь. Мне она очень понравилась. Маленькая, изумительная, красивая, чистая, приятная. Только позитивные эмоции остались в памяти. Спасибо всем и низкий вам поклон. Домики. Один круче другого. Вообще, как будто по одному проекту. Супермаркет. Я хлеб хочу. Сейчас. Местеровская. Едем в башню, смотри. Далеки горы. Если камера даст различить. Первый ряд, второй ряд. За облаками горы. За снежные вершины. Это вообще дом Совета. Маленькая. Испокойся. Тихо, что мы сидим. Яичко, что ты так хорошо. Ну, его нужно. И тут… И тут… И там… Летим на колпик. У нас. Кажется, да? Я не знаю. Ребята. Ну разочи как-то нет Ну тут печать и на этой стороне печать А это моё здоровье Вообще как супердом будет Всем талантом Сейчас где я построю маленький-маленький домик Ага, в три этажа О, какая корова Здесь коровы Пустые, убитые Облака и гор Там коворот кажется Немножко 30 км О, какой башня Скоро Влака 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 Продолжение следует... 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 Стены, ну фига себе, вот два блока. Вдох, ну фига себе, вот два блока. Женьчи! Школа большая у них. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...